приветствую дорогие друзья с вами александр святов сегодня хочу показать мой новый ножик это багаут компании benchmark одна из моих любимых компаний со стали с 90 вина клинке и карбоном на рукоятке очень интересная концепция ножа если судить по многим многим характеристикам всего в целом то это в принципе один из лучших ножей которых я видел которыми я пользовался и концептуально и о исполнении что не лишает его некоторых недоработок минусов и недочетов но обо всем по порядку с вами александр святов ссылка на telegram instagram в описании поехали итак багаут синяя серия компания benchmark делается в америке используют для everyday керри и дисси или аудора в чем прикол ножей серии багаут это их экстремально легком весе стандартная на самом деле коробочка маленькая инструкция ничего особого пенопласт вот такого плана и соответственно сам нож я сразу прошу прощения снимая на улице вокруг ездит транспорт поют птички чем может быть немножко шумно и перед нами нож я думаю коробку сторону можно уже убрать становимся на самом ноже когда в руки берешь ты сначала не веришь что он весит так мало то есть это какие-то нереальные нереальные граммы в американских характеристиках здесь написано что он весит 2 унции если переводить это в граммы у нас получится 57 грамм при этом это полноценный нож есть несколько вариантов на самом деле и довольно огромное количество но основные это варианты с специальным пластиком который бенчмейт использует по типу того же гриптилина и так далее и с пластиком усиленным углеродом цифлит называется он еще легче здесь у нас карбоновая версия вот с титановым таким спейсером и всеми делами если смотреть на ттх ножа то у нас получится что длина клиночка 8 и 2 сантиметра толщина обуха примерно 2 и 3 миллиметра довольно неплохой резачок я вам скажу хорошее сведение здесь сложенном состоянии то есть сама его рукоять нужно складывается в рукоять как это неудивительно дали складного ножа 10 и 7 общая длина 18 и 9 сантиметра отличный дисичник глубокая клипса на кармане его не видно прекрасно сделанный бэкспейсер вот такого плана то есть можно сюда прицепить все что угодно какое-то время назад я для себя понял что мне большие ножи в принципе вот в жизни военного не нужны то есть если у меня нужен фикс у меня будет фикс но он не будет каким-то огромным рубилом да и получилось так что в принципе вот весь прошлый дипломент я проходил на кармане вот с этим ножом это spider connective со сталью с 110 в который мы сереже когда-то немножко улучшили и сделали ему регринт и вот ножик себя показал очень хорошо в который раз и можете видеть что они в принципе идентичны по размерам но этот нож весит 85 грамм понимаете 85 против 57 теперь прошу посмотреть вот немножко ближе на то как они выглядят по габаритам не кисло да абсолютно невесомый нож в то же самое время бенчмейт гриптилиан стандартно со ступцией 47 на клиночке и пластиковой рукояткой весит порядка 110 грамм тоже смотрите на размеры то есть клинки не особо сильно отличаются как вы можете видеть надо их сместить чутка так тут же можно глянуть допустим еще на один мой бенчмейт который с собой взял это бенчмейт до критер прекрасная версия она тоже с карбоном но это кастом кастом поэтому я думаю здесь тоже уместен можете видеть что по клиночку они отличаются буквально в какие-то 7 миллиметров туда-сюда до 9 огромный плюс этого ножа что он действительно очень классно сидит в руке и последнее время вот у компании бенчмейт них выходит какие-то такие по гомункулы называю для меня это большая загадка почему они отказываются от каких-то очень прекрасных крутых ножей в плане дизайна и переходит на нечто непонятное иногда даже бездушная для меня это загадка клиночек здесь по центру сталь довольно интересно то есть очень тяжело в обработке можно верить что здесь стоунвош плюс я думаю вы слышите это следы вот машинной обработки того чпушного станка который делает гринд и все остальное он здесь остался я постараюсь это показать вот эти вот борозды да допустим вот здесь на плоскостях они видны ну и обух стандартно стандартный сатин присутствует насечка под палец что довольно удобно и ее нет здесь ее нет на обухе что было бы на самом деле круто очень тугой ход клинка действительно очень тугой ничего ему не мешает на ход очень тугой то есть можно конечно выстрелить без проблем но ход тугой тугой тугие пружины очень тугие пружины то есть в отличие от того же грибки ли она здесь ход клиночка намного легче цена ножа в америке в магазине blade очки у 255 долларов плюс 20 долларов налога вес удобства удобства в руке удобства на кармане абсолютно абсолютно его не видно когда он висит на кармане очень круто смотрится очень классно он тактильный вот карбон давайте покажу это поближе то есть он не заполированный как мой на этом ноже он больше похож на тот карбон который мы использовали на ласточке то есть этот тот нравится и там и там видно вот это вот игра игра света и тени и это замечательно что должна быть какая-то индивидуальность у ножа это круто есть небольшие нюансы ребята первый нюанс это заточка нож тупой как моя жизнь на ноже есть заусенец его нужно перетачивать я постараюсь что показать от сейчас я попробую фокус поймать а я думаю видно по всему этому добру идет заусенец здесь не то что микропила какой-то просто адский ад но с другой стороны хотя бы подводы симметричные просто раньше панч мэйд конечно грешил тем что у него были несимметричные подводы прежде приходилось перетачивать прошу также отметить ширину подводов и обратить внимание на вот на бенч мейдовский старый гриптилиан да на ширину этих подводов и нож у меня уже много-много лет на самом деле не расточился прошу просто вот сравнить но я бы сказал что на новом ноже подводы в два раза шире то есть кто-то называет это режущей кромкой но нет это подвод режущей кромкой она вот здесь подвод режет ли он он что-то там режет на самом деле специально собой а4 взял до сержантской школы и то есть на это позор то есть это позор и для меня это вообще вот загадка вы можете слышать с каким усилием это вгрызается еще не всегда хочет это позорище на самом деле для меня огромная загадка очередная почему бенч мэйд позволяет себе такую заточку о каком-то бритье здесь вообще речь не идет то есть нож не хочет брить вот он что-то там не повыроки волосы с корнем но это лютый лютый зашквар на самом-то деле плюс еще вот такой нюанс почему если это рассказываю потому что нож но не из дешевых да то есть если бы он стоил 100 100 долларов вообще бы не было вопросов то есть он всем был бы прекрасен я думаю что таких проблем нету на ножиках которые стоят с пластиком в районе 110 титера 140 долларов здесь же и в других магазинах то есть плюс вот прошу обратить внимание как глубоко утоплен вот этот винт по сравнению вот с этим то есть просто быть и готовы к некоторым нюансам нож на самом деле очень крутой сразу hands down но его нужно будет переточить и для меня все таки загадочка почему те люди которые занимаются дизайном да и всем остальным не могут догадаться что вот это оно как бы ну не камельфо плюс здесь насколько близко тут упорная бонка что в конечном итоге вы можете увидеть здесь вот даже такой небольшой выщерб ли ну на карбоне что как бы ни на что не влияет но камон господа сместите немножко не доводите до крайности не доводите до граней так нож прекрасен офигенно сидит в руке я обязательно переточу я сделал из него бритву по поводу стали я специально позвонил написал афонченко александр мы с ним поговорили поводу стальки но нас команда пробовать потому что как я обычный и приготовил непонятно проблем с термичка бенчмейда я не встречал поэтому я надеюсь что сталь будет хорошая плюс компания бенчмейд если вы не знали имеет такую интересную штучку как вот это вот life sharp то есть сервис англорнки подобная подобная штука позволяет вам отправлять в любой момент нож компания мечмейд на завод или туда когда они вам укажут и они проведут чистку ремонт и все 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 плюс они могут вам выслать любые винты и клипсы и так далее если это экстерьер без отправки ножа если же что-то случилось с вашими допустим лямда пружинами и так далее это вам нужно будет отправить уже но что да и они их заменят починят переберут так далее и тому подобное а в ролл в общем нож прекрасен я принципе рекомендую подобную железяку потому что ну кому он если сравнивать его вот с этим гадом который был у меня на кармане то здесь мы имеем но просто колоссальное превосходство бенчмейда вы длине клинка за счет того что как всегда у нас подарковских ножах присутствует чоил когда-то он нужен когда-то нет на большинстве случаев я его не использую поэтому для меня для меня важнее чтобы прошу прощения все таки будут немножко длиннее клиночек при прочих равны да поэтому смотрите если кому-то интересно подобное исполнение можете смело его брать если у вас есть конечно нормальные камни чтобы заточить с 90 если нет они выпускаются в подобном же исполнении но смысле в подобном же дизайне это большая версия багаута есть чем мини багаут он еще меньше но тоже наверно не полноценный но шаппак для девочки или но я не знаю для чего потому что тоже ребята на 57 грамм это вообще ни о чем а те багауты они будут вести еще меньше порядка 50 грамм особенно если вы будете брать cf элит просто они сейчас идут с черным клиночком а мне это не особо нравится поэтому я остановился на таком очень нравится боночка до того чтобы его открывать но ход клинка дико тугой надо будет его разработать смазать посмотрим и заточить больше придраться действительно не к чему это я уже так то есть но за . такого нужно ножа дожила должна быть должна быть хорошей если это плохая за . ребят на черта вы просите 275 долларов это включая налоги для штатов я понимаю карбон я понимаю с 90 но неужели вам не стыдно за такую заточку я того перетачу вот может кого-то точилки нормально нет или камней поэтому думаете смотрите я по большему счету доволен нож оправдал все ожидания кроме вот этих маленьких нюансов в итоге посмотрим как он себя покажет на кармане пока я его носил не так чтобы много посмотрим что он нам даст и так с вами был александр святов рассматривали сегодня бенчмейт багаут наряду с бенчмейт грипптиллиан 551 наряду с бенчмейт до критер 552 кстати довольно раритетный уже нож и вот такой вот лимиткой в принципе это одноклассники да что здесь карбон что здесь но за счет того что тут у нас присутствует стальные лайнеры а в конструкции багаута также как допустим в конструкции бенчмейт грипптиллиан стальных лайнеров как таковых нет они есть очень маленькие крошечные не доходят всего лишь до середины рукодятки то в принципе нож просто невесомый и так сэмбл александр святов рассматривали новый ножик с компании бенчмейт бенчмейт багаут в карбоне и составе на клинке с 90 ссылка на мой телеграм и инстаграм будет в описании подписывайтесь на канал оставляйте комментарии ставьте лайки если вам понравилось задавайте вопросы до новых встреч пока пока